Восточный экономический форум прошел месяц назад, однако итоги обсуждаются до сих пор. По случаю этого в мультиформатном пространстве КУ-2 прошла бизнес-встреча ВФ-2024, перспективы развития Владивостока и Приморского края, интеграции искусственного интеллекта в бизнес и другие сферы экономики. Проведение на протяжении 12 лет вот таких вот масштабных международных форумов с участием президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, конечно же оказывает огромное влияние на развитие инфраструктуры города, на повышение предпринимательского духа, на высокий рейтинг повышается привлекательности города. И конечно же вот сегодня как раз мы об этом будем говорить, о том, что происходит, какие перспективы в Приморском крае, во Владивостоке, что нас ждет, что будет развиваться. На площадке 9-го Восточного экономического форума регион заключил более 40 соглашений, 5 из них инвестиционные на 37 миллиардов рублей. Теперь работа, направленная на развитие края, станет еще интенсивнее. Точно могу сказать, что Восточный экономический форум – это всегда поиск точек роста, и в этом году точно удалось найти множество таких точек. В частности, если говорить про Банк ВТБ, мы подписали ряд очень важных соглашений, в том числе это финансирование, например, жилого комплекса одного из наших застройщиков стоимостью 4,5 миллиарда. Строится он будет в районе Зеленого угла. Также мы профинансируем строительство международного перегрузочного морского терминала в поселке Славянка. Вторая часть мероприятия была посвящена внедрению искусственного интеллекта в бизнес. Ключевой спикер бизнес-встречи, основатель компании «Нейросити», рассказал местным предпринимателям об инструментах, которые помогают бизнесу. Мы уже в Владисостоке месяц, то есть на самом деле я сюда приехал на ВЭФ как спикер, очень удивился тому, насколько регион отзывается искусственному интеллекту как технологии. Мы сейчас работаем с рядом с ваших крупных и средних предприятий, очень активный и оперативный отклик на то, что мы предлагаем. В некоторых компаниях мы уже провели стратегические сессии, в некоторых уже разработали целые концепции цифровизации и увеличения эффективности, в некоторых предприятиях это уже наши клиенты. Бизнес-встреча прошла под кураторством Центра развития предпринимательства. Муниципальное казенное учреждение функционирует с 2012 года в целях реализации муниципальной политики в направлении поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Владивостока. Диана Иванова, Елизавета Драгомирова, Вероника Федорцева. Новости на Восьмом.